На карте есть очень много незнакомцев. При подходе к ним и выбрав задания, вы получаете уникальные задания в игре, которые не повторяются и нигде больше невозможно получить такого опыта. К сожалению, платят за них немного, голды где-то в районе 0-2 за выполнение миссии. Какие именно миссии бывают, что за незнакомцы, узнаете в этом ролике. Хочу сказать огромное спасибо Хантеру, Стэнли Магуайру, Малиновой Вафельке, Гай Фоксу, Василию Дикю, Микиду, Иван Некст 64 Рус, Руслан Винчестер, Алексей Котов, Ну и Вовка СПБ. Спасибо вам, ребята, за помощь в развитии клана, канала и дискорда в целом. Вы оформили спонсорскую подписку второго уровня и выше. В мире Red Dead Online вам будут доступны задания свободного режима, которые разбросаны по всей карте. Некоторые из них будут повышать вашу честь, а некоторые наоборот. Получать эти задания можно от незнакомых людей или знакомых по сюжетной нам линии. Задания свободного режима зачастую простые и относительно короткие задания, которые вы получаете от различных персонажей в мире Red Dead Online. Вы можете выполнять задания как в одиночку, так и в составе отряда. Вы можете пройти задания каждого из персонажей незнакомцев один раз в игровой день. По завершению задания иконка персонажа станет серой. И это означает, что на данный момент она не активна. И вы не сможете получать задания от него. Незнакомцы могут перемещаться по карте, так что не удивляйтесь, если вы обнаружите одного и того же персонажа в разных частях карты. Как и любые задания в игре, за выполнение заданий свободного режима вы будете получать опыт, немного денег и золота. Кроме того, вы получите достижение наемный стрелок. Для того, чтобы его получить, нужно пройти 10 заданий свободного режима от персонажа в игровом мире. И 2 золотые пряжки за задания свободного режима. Для того, чтобы получить 2 пряжки, нужно выполнить 4 задания свободного режима за один день. И выполнить задания свободного режима для 10 персонажей. персонажей. Советы по выполнению заданий свободного режима в Red Dead Online. Перед запуском задания вы сможете понять, повысит или понизит вашу честь выполнение этого задания по иконке рядом с именем персонажа. После того, как вы поговорили с незнакомцем, на карте он будет отображаться не как незнакомец, а как персонаж, вы увидите его имя, вне зависимости от его расположения. Каждый из незнакомцев предлагает свои типы заданий, хотя цель и место заданий будет меняться. Задание незнакомца может быть запущено один раз в течение игрового дня, как я уже говорил ранее. В процессе выполнения некоторых миссий вам могут помешать другие игроки. Перед стартом задания у вас будет отключен защитный режим и вы получите уведомление об этом. Персонажи, они же незнакомцы, которые выдают задания свободного режима. Это Олден. Олден работает клерком станции, может предложить вам задания по доставке, сопровождению и охоте. Хемиш. Хемиш Синклер. Старый ветеран войны, живущий в одиночку в дикой местности. Время от времени может дать задания по спасению и возвращения. Дружище, обрати внимание на ролики, которые уже есть на этом канале, полные обзоры на все, что есть в Red Dead Online. Профессии, оружие, крафт, новости, моды, да все что угодно, даже смешные озвучки, все есть на канале Готика. Трелани, мошенник, фокусник и ловкач Джосаи Трелани, наймет вас в помощь охоте, краже лошадей, спасении и сопроводительных заданий. Энтони Форман. Из банды братьев Форман. Выдает задания, связанные с нападением на дилижансы, кражами и убийствами. Джо. У наемника Джо немного друзей, поэтому если он вас не убил, он может попросить вас о помощи с ограблениями, кражами, перехватами или убийствами. Вот здесь интересный момент. Убийствами не персонажей, не игровых, а живых игроков. Все бандиты и злодеи, которые дают вам задания на убийство, могут дать как на убийство NPC, так и живых игроков, на убийство целых отрядов, незнакомых вам. И со стороны это будет казаться как гриферство. На них есть цель, вы подбежали, убили и ушли. Вот собственно как-то так. Ангус, как и Олден, находится на станции и выдает вам задания по доставке, сопровождению и поиска грузов. Малой. Преступник и стрелок настолько молод, что его называют Малой. Он может попытаться нанять вас на грабежи и убийства. Флака. Преступник и стрелок затаился в гризли и нуждается в помощи. В помощь включают в себя убийства и кражи. Гектор. Клерк станции предложит вам задания также по доставке, сопровождению и пополнению припасов к возвращению имущества. Шон Магуайр. Молодой ирландский преступник, отделившийся от своей банды, выдает работу, связанную с нападением на дилижансы, ограблениями, а также разного рода перехватами. Шейки. Чтобы удержать свою маленькую криминальную империю, Шейки, глава контрабандистской операции, нуждается в помощи с побегами из тюрем, ограблениями и убийствами. Бонни. Бонни пытается вести свое ранчо к грани вспышки чумы. Она нуждается в помощи по возвращению украденного имущества, доставке посылок и сопровождению путников через Нью-Остин. Шериф. Фримен. Сэм Фримен. Шериф из Тамблвид. Предлагает работу по сопровождению дилижансов и возвращению украденного имущества. Мамаша Уотсон. Не присматривает за своими сыновьями-преступниками. Заплатит за перехваты караванов и выполнение убийств. Джейсон Лэнгтон. Охотник за головами. Ничуть не лучше, чем те, на кого он охотится. Он заказывает угоны повозок, кражи лошадей и убийства игроков за деньги. Тэмми и Брей. Старая парочка, но путников они встречают с распростертыми объятиями. Они будут рады, если кто-нибудь поможет им в поиске утерянного имущества и старых друзей. Томас. Он же лодочник, промышляющий в опасных водах Ла Грасса. Выдает задания по изъятию имущества, доставке припасов и охоте на хищников. Черная Белль. Знаменитая женщина-стрелок, скрывающаяся в Скарлетт Медоуз. Тем, кого никто не боится приступить закон, она поручает грязную работу. Освобождение заключенных, ограбление и убийство. Джейк Адлер. Сэдди и Джейк Адлер ведут нелегкую жизнь на своем ранче в заснеженных горах Гризли. У них всегда найдется работа для путешественников, готовых привезти или достойно, которых готовы привезти или доставить что-либо, пойти на охоту или помочь местным с какими-либо трудностями. Вот такие у нас есть незнакомцы. А вы знали, что существуют такие незнакомцы и что у них такие разнообразные миссии? Чаще всего миссии торговцев, охотника за головами вы их видели, но миссии на убийство других игроков, на ограбление дилижансов, ограбление доставки заложника, поиск заложника, поиск людей, убийство редких животных, надо их освеживать и так далее, так далее. Заданий целая куча. Для тех, кто играл на консолях, точно помнят все эти задания, потому что они их проходили не единожды. Игроки же ПК, ПК-бояре, как говорится, они этого не застали, поэтому я настоятельно рекомендую познакомиться с этими незнакомцами, как бы это масломасляно не звучало, и поиграть их в миссии с отрядом или в одиночку, потому что они очень разнообразны и интересны. В том числе миссии по нападению на других игроков, ПВП миссии и ПВЕ миссии. К сожалению, миссии на покер или миссию на рыбалку или еще что-то их никто не дает. Но однако вы можете сами заниматься этой игровой активностью в нашем Дискорде, например. Ссылки в описании. Если вы зайдете к нам в Дискорд, вы сможете поучаствовать во всех этих ПВЕ и ПВП активностях. Принять участие в дуэлях, кулачных боях, турнирах команд 5х5, 7х7, захват удержания заложника, захват удержания поезда. Мы симулируем абсолютно разные ситуации и пытаемся выжать максимум из контента, который нам доступен. К сожалению, в режимах противоборства сделать это невозможно. И миссии незнакомцев не могут дать таких ощущений, как дают наши турниры, наш Дискорд и целая команда Готики старается для вас. Мы выпускаем еженедельно ролики, модный приговор, новости недели, озвучки, баги, приколы, гайды, да целая-целая куча всего. Подписывайся на канал, жмякай колокольчик, теребонька его, сделай приятное и не забудь про то, кто тебе про это все рассказывает. А это именно Готика, Сократ. Всем пока, удачи, лови пить.